Впервые в Измаил из Киева прибыла частная коллекция живых бабочек Дениса Лысенко. У местных жителей и гостей города есть уникальная возможность узнать о жизни самых красивых насекомых. В вестибюле областного центра эстетического воспитания выставлена энтомологическая коллекция экзотов и разные тематические сувениры на память. Но, конечно, наибольший интерес вызвали живые экземпляры. В небольшом помещении с искусственным тропическим климатом между растений свободно порхают бабочки разных цветов и размеров. Их можно подержать на руке и сфотографироваться с ними. Здесь же летали маленькие птички – австралийские амадзины. Впечатляли и огромные яркие попугаи. Экскурсовод Наталья Мудрак рассказала посетителям, как можно взять бабочку, ни в коем случае не за крылышки. Помогала посадить их на одежду или на руку. Бабочек, вот смотрите, на данный момент, что я сегодня пересчитывала, у нас 15 видов, потому что они рождаются каждый день и виды пополняются. А по количеству это где-то от 50 и выше, тут точно не скажу, их надо всех посчитать, потому что мы их кормим каждый день и, в принципе, они у нас идут все под счет. Потому что надо никого не пропустить, они кушают все, все одинаково. Очень много, как оказалось, детей и взрослых боятся этого насекома. Оно вроде бы очень красивое непосредственно, а страх к лапкам. И вот за счет этого, наверное, хочется рассказывать, показывать и кого-то убрать немножко вот эти вот страхи. Показать не все в этой жизни опасно, а что-то даже очень интересно. В инсектарии, своего рода инкубаторе для насекомых, можно проследить, как эти чудесные создания появляются на свет. Его называют шутливо роддом или детский сад. В Древней Греции и Китае бабочки являлись символом бессмертия. В Мексике – знаком огня и солнца. В христианских традициях они олицетворяют жизнь, смерть и воскрешение. Кроме экзотических бабочек со всех уголков земли, на выставке представлены тигровые питоны, гигантские улитки-охотины, пауки-птицы-еды, черепахи, ядовитая жаба-ага, игуаны и даже шипящие кубинские тараканы. У нас представлены, кроме бабочек, это пауки. Это 8-9 видов черепахи, речные и сухопутные, это те самые ящерицы. И, в принципе, не ядовитые, правда. Красивые, большие и маленькие большие ящерицы. И те самые змеи и птицы. Некоторым экземплярам есть, конечно, уже и больше 10-15 лет. Это достаточно давно собиралось. Есть, которым уже и больше 20, это 25 и 40. Ну, можно сказать, где-то лет 30, наверное, собирать это по черепахам больше. А насекомых приобреталось лет 7-8 назад. Постепенно. Особенный интерес вызывают все эти необычные экспонаты у юных посетителей выставки. Не ядовитых представителей фауны можно потрогать руками и даже посадить на плечо. Мне тут нравится. Тут много животных, насекомых. И мне нравятся попугаи, насекомые, бабочки и улитки. Мне очень понравились бабочки и попугаи. И выставка очень классная. Особенно мне понравилась вон-то игуана. А еще что тебе понравилось? Еще один жуки-отшейники в начале зала. У всех измаильчан, кто еще не побывал в этом тропическом раю, есть такая возможность до 29 января. Затем уникальная выставка отправится в путешествие по другим городам Украины. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.